Помню как-то один немусульманин. Эта история произошла несколько лет назад в мечети. Один немусульманин зашел как-то к нам в мечеть. Он выглядел весьма обеспокоенным. Я все еще помню его лицо, субханаллах. Ему было что-то между 30 и 40 годами. Он выглядел состоятельным и был очень вежливым. Он подошел ко мне и спросил, а можно мне помолиться в вашей мечети, так как это делаете вы? Я спросил его, а ты веришь так, как я? Ты веришь в ислам? На что он ответил, нет, я ничего про него не знаю, но я хочу молиться так же, как вы. У меня сейчас много неприятностей. Он не хотел обсуждать свои проблемы, но хотел обратиться к какому-нибудь богу, найти истинного бога. Я лишь предполагаю, что, может быть, он уже успел побывать и в других местах поклонения и заодно зашел в мечеть в поисках истинного бога с просьбой к нему о помощи в своей нужде. Он подошел ко мне и сказал, я хочу помолиться точно так же, как и вы. Вы молитесь, а я буду стоять рядом и повторять ваше движение. И вот он повторил движение за мной и обратился ко мне, а можете попросить бога, как вы его обычно просите, чтобы он помог мне, спас меня и наставил меня? Тогда я произнес мольбу, и он произнес ее за мной, слово в слово. Он обнял меня. А как вы знаете, у нас в Австралии не принято просто обниматься с незнакомцами. И все же он обнял меня. Он был крайне встревожен, что-то томило его душу. Казалось, будто у него не было никакого выхода, и он совсем не знал, куда податься. И вот он решил обратиться к Богу. В этом и был его врожденный инстинкт, после чего он ушел. Тогда я сказал про себя, Субханаллах. Именно об этом и приводится в аяте Корана. В 31 главе, в 31 аяте, где Аллах Свят Он и Велик говорит, разве ты не видишь, что корабль плывет по морю по милости Аллаха, чтобы он показал вам некоторые из своих знамений. Поистине в этом знамение для каждого терпеливого и благодарного. После чего Аллах Свят Он и Велик говорит, что в переводе означает, когда волна накрывает их, и они находятся на борту. И волна накрывает их, словно тень от навеса, словно горы, словно высокие вершины. Они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, некоторые из них становятся равнодушными, безразличными, лишенными энтузиазма. Они забываются. И только всякий неблагодарный изменник отрицает наши знамения. Вспомните, где они были и как они нуждались в Аллахе. Но стоит только Ему спасти их от их невзгод, как тут же они снова проявляют неблагодарность Господу. Аллах называет их вероломными предателями. То есть, сначала вы обращаетесь ко Мне искренне, как и подобает, устанавливаете со Мной связь, и Я дарую вам спасение. А потом вы предаете самих себя. Субханаллах. Обратите внимание, Аллах не говорит, что они предали Его. На Него это никак не повлияет. Они предали самих себя. Аллах всегда желает, чтобы вы сами исправились перед тем, как вернетесь к Нему. Аллах не говорит, что они не готовы. Дорогие братья и сестры. Всех, кто еще не стал членом команды Миссия Дава, и кто искренне желает присоединиться и поучаствовать в нашем Даавате, мы приглашаем стать активным спонсором канала. Пусть слово «спонсор» не вызывает у вас ассоциаций с роскошью и излишним достатком владельцев канала. Абсолютно все спонсорские взносы, как и скромные поступления от рекламы, идут на создание качественного достоверного контента и своевременное освещение актуальных вопросов, касающихся нашей умы. Чаще мы сами покрываем часть расходов, что мешает нам выпускать новые циклы и авторские проекты. Мы обращаемся к вам с просьбой не забывать в наших дуа всех, кто поддерживает работу канала Миссия Дава своим скромным вкладом или даже добрым словом в комментариях. Пусть Аллах приумножит ваши благие деяния и ваш удел в этом мире и в мире вечном. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok